Доброе утро! Сегодня мы будем начинать свой день с арбуза. Арбуз будет на завтрак. Да, сынок? Что у нас там будет на завтрак? А тут лягушечка. Афония хочет поймать. Вот она тут сидит. Прыгает, да? Она прыгает. Она быстро прыгает, Афония. Не надо ее. Григорий рано сегодня проснулся. Да, сынок? Даже помог бабулечке покопать картошку. А как ты так смог, сынок? Сам? Молодец. Теперь у нас завтрак арбузный. Да. У нас уже 12 часов. Обед. Но обед у нас сегодня пельмешки и салат я сделала. Да, сельпо я купила, они как дорожные. Афония делала, муку раскидала? Нет, я сразу купила пельмени. Да. Без муки. Давай, Антон Сергеевич, кушай. А Антоша сейчас на прививку ехать. 12 часов, сказали. Сколько 12 часов? Ну да, он после 12, сказали приезжать. Так что Антоша сейчас докушивает и поедем, да, сынок? Мы тут едем на прививку, а у нас тут чистоту наводит. Наша ЖКХ, походу. Я даже не знаю, кто это. Здесь здорово. Будет чисто. Смотрите, как тут теперь. Тут были такие заросли камыша, теперь все будет чисто. Обалдеть. Я рада. Ну что, мы сделали прививку в два плеча, да, делали? Антон Сергеевич даже не заплакал. Не заплакал. Тебе страшно было, сынок? Не страшно. А что, ты боялся, ну ладно? Не боялся? Так, ну что, теперь в магазин? Да. Сегодня купаться нельзя, сказали. Но это же ему не мантует, а кори краснуха паротип, поэтому мы... А это кто написал? Что? Краснуха. Ну, это все медсестра нам написала. Врач сначала тебя послушал, да? Написал. Там и Дима и Саренька был. Да. Это и Сарик. Завтра тоже с ним увидишься, да? Не знаю. У него тоже появилась колова. Краснуха. Вот она. Да, мы едем, и у нас тут все чистенько, все выкашено. Обалдеть, как круто. Да. Нет этих зарослей. Я рада. Ты рад, Антошка? Угу. Все, дома сейчас хоть могу пообедать. Одному прививки сделали. Теперь же до Нового года. Там еще какую-то в январе нужно делать. Я уже не помню, что-то они сказали. И потом же уже манту опять на следующий год и в школу. Вот. А завтра еще на манту нам Афанасия везти. Это будет намного жестче. Антоха вообще не плакал. Ну, просто скривился. Явно это было неприятно. Но ни одной слезинки, ни истерики, ничего. Но с Афаней это явно будет плач, крики. Вот. Так что завтра сказали без всякой записи. Хотя у нас уже в поликлинике запись ведется. Это прям какое-то такое веяние моды. Вот. И сказали на манту просто зайти с 9 до 11 на манту приходить. Вот. Так что Антошка завтра со справкой идет уже в садик. А Афаника пока еще не знаю, когда идет в садик. Может быть завтра, может аж послезавтра. Посмотрим. Но манту ему сегодня. Ну, завтра сделают с утра. У нас делают манту вторник и пятница. Два раза в неделю. Так, что еще хотела сказать. Сначала я распсиховалась, что нам не дали справку. Была в таком небольшом бешенстве. Но потом все успокоилась. Думаю, это не такие проблемы, какие-то нерешаемые, из-за которых нужно психовать и тратить свои нервы. В общем, так что все, я спокойна. Все, сделаем прифивки. Все будет хорошо. Вот. Пошла кушать пельмени. Фу. Немножко даже подустала. Вообще для меня эти выезды с утра... Я, получается, только проснулась и мылась. Сразу пошли мы, поели арбуз. И все, я сразу оделась и поехала. И для меня это такие немножко выезды с утра. Я все-таки с утра привыкла делать какие-то дела, что-то делать, а выезжать потом в обед или после обеда. Поэтому для меня это немножко и в такие еще общественные места просто. Я потом успокоилась. Думала, все, с прививками мы все решим. Хуже с налогами. И то, думаю, поедем в налоговую и все тоже решим. Я думаю, это какие-то такие ситуации не нерешаемые. Та-да-да-да! Меня теперь ждет большая куча белья, которые я буду складывать. Я ничего не глажу. Я уже думаю, что все знают, что я не глажу. Просто складываю, раскладываю все по местам. И все. И потом глажу только по необходимости, как одевать с утра вещи. В садик или на работу. И потом все глажу с утром. Так, ну что, все разложила по кучкам. Здесь у каждого свои вещи. Гришина стопочка, две Афониных, Антошкина. Здесь носки сейчас нужно разобрать. И полотенце. Все отнести на кухню. Полотенец у нас ого-го сколько аж. Вот стопка. И вот тоже еще. Наши вещи я сразу раскладываю здесь. Моя полка Сержунина. Еще Сержунина. Из детских вещей Зоины и Маргаритына здесь лежат. И вот здесь еще моя полотенце, естественно, сейчас тоже уберу. Так, у нас уже полчетвертого. Я сейчас готовлю ужин. Детей наказала. Пошли под своим комнатам. Потому что разрешаем им играть в обед в компьютер и в телефон, соответственно, кто где. И получается, что потому что жара, чтобы они не бегали по улице. Афоня спит в обед. Сейчас он уже проснулся, естественно. И, в общем, начинают ссориться, когда не в компьютере. То есть в компьютере все идеально, а не друзья. А когда только выключается компьютер, когда я им говорю, примерно через час выключать, они начинают ссориться. Сейчас их всех по своим комнатам разогнала. Вот и готовлю ужин. У нас будет картошка. Осталось картошки. И после того, как мы начали копать, знаете, куча резаной. Ее нужно быстренько съесть, пока она не гнила. Поэтому начистила здесь резаную картошку. Будет запеченная в духовке с чесноком. И, в общем, все как всегда. И уточку, наверное. Или утку, не буду. Утку, наверное, уже на завтра. Сегодня просто картошка в духовке. И куриная, вчера замаринованная грудка. И утиная, и куриная грудка. Вот такая вот картошечка. Здесь майонез, соль, перец, чеснок. И даже еще кусочек сыра нашла в холодильнике. Потерла его тоже сюда. И все в духовку. 200 градусов. Не знаю, сколько минут. Минут 40. Может быть, даже больше. Потому что здесь есть достаточно большие картошки. Чего? Мы ловим мальчика. Зачем же вы его ловите? Надо. Ловим котяна. Не надо только его на батут. Антош, он испугается. И поцарапает еще тебя. Он не поцарапает. Ну, на батут его в любом случае не надо. Можно. Игите, попрыгайте немножко. Хорошо? Конечно, пошелите. Вот такой у меня. Новенький купальник у Маргариты, да? Они же поставили бассейн. Расскажи, Маргарит. Да. И что? И ты теперь в купальничке купаешься, да? Обалдеть. А мы один раз купались в бассейне. Антош, он почему-то не приехал. А почему, интересно? Вот так. О, он себя кусает. Марсик себя не кусает, он себя облизывает. Григорий пришел. А, что сына? Привет, котик. Мамка, да, мы поедем на карате. На карате? Да. Ну, к 6.30. Ура! А что значит, мы поедем? Мы поедем? Да, мы. Нет, мы. Нет, мы. Нет, мы. Мам, я тоже хочу куда-то поехать. Да? Ну, это с папой тебе нужно поговорить. Я тоже не могу. Потому что еще сегодня нужно же траву-то убрать после этого. Все картошки. Ну, может, еще и завтра еще. Да нет, наверное, сейчас уже надо эти кепочки одевать и начинать чуть-чуть убирать. У нас тоже растет трава в песочнице. Да? Да. Вы играете в песочнице, Маргус. Иди сюда, покажи. Ты поспал? Я хочу арбуза. Арбуза? Давайте я вам порежу. Я хочу помидора. Мне, мам, порежу. Какого помидора? Я хочу тоже арбуза. И Марсик будет арбуз. Да, Марсик? А что он взял в рот? Она любит арбуз, он сладкий. Ой, Маргусечка, вставай. Ты встань ножками. Это мою велосипеду тоже, Вер. Что они только не ездят? Да. Ну, да, да. Это можно забрать и помыть. Да, сейчас, мам. А, Фань, ты драться, что ли, опять будешь? Нет. Смотри. Ты поставишь тут? Антоша, я не знаю. Наверное, пошли траву носить, да? После картошки. Да, пап, траву пошли носить после картошки? А ты что? Так, картошка готова. Мы даже уже ее поели немножечко. Могу сказать, что она обалденно вкусная получилась. Даже не знаю, из-за чего. Из-за того, что, наверное, она свежая, только что выкопанная. Вот. И хочу сказать, что сыр мне нравится делать. Вот именно перемешивать вместе. Все сразу, и сыр в том числе, потому что он тогда не берется вот этой твердой-твердой корочкой, которая в первый, допустим, там, в первый прием пищи еще очень вкусная и хрустящая. А на следующий день, например, если картошка с сырной корочкой остается, то эта корочка просто таким чем-то твердой, какой-то пластмассовой коркой образуется. Ее не угрызть, никак не разогреть. В общем, мне все-таки нравится сыр вместе все перемешать. И то есть сыр тут есть, он прям чувствуется, но нету вот этой твердой корочки. В общем, поэтому очень вкусно получилось. О, это Серега! Тянешь? Ага. Афон, ты тянешь? Молодец. Это последний день. Картошку выкопали? Нет. А я не тяню. Ты тоже теперь копала, да, Маргарит? Тебе тоже можно есть картошку в духовке? Она выбирала. Целое ведро, скажешь, да, Маргарит? На тебе, мам? Еще. Нет, это я плохая, не надо ее. Так, мы с Григорием на карате. Карате сейчас уже так поздно. Нет, тогда я только деньги зря потратила этот Биг Бен. Да, ну что? Нет, мне-то он понравился нормально, но есть его не особо удобно. А тебе вообще явно он не понравился. Нет, я его попробовала. Люди, у них картошка вкусная. Вкусная картошка? Вкусная. Они делают. Может, новые попробовать? Нет, давай новые не будем. Да, давай хотя бы в этих на улице. А те уже будут для зала. Так, все, кепку не забудь. Приехали, мы уже с карате, купили два кефира и вот такой вот кофе. Кружка, 263 рубля этот набор. Мне кажется, это очень даже прикольно. Кружка такая. Мне нравятся, просто стеклянные, обычные. У меня максимально, сколько я могу подключить. Но маловатые для меня. И кофе. Кто пробовал, скажите, как вам. Так, ну что, на сегодня все. Все помылись, все устали. У Гришки сегодня тоже был трудный день. У них сегодня были, не знаю даже, как это назвать, беги на ускорение. Два круга. Прямо с ускорением надо было, особенно последние 100 метров бежать. Но Григорий молодец. Два раза он пробежал, занял третье место. И один раз второе. В общем, мог бы быть первым, если бы, когда был вторым. И мог бы быть вторым, когда был третьим. Немножко он в конце, знаете, уже подсдает. Вот. Ну ничего страшного. Мне кажется, он сможет... Главное, тренироваться. Вот. А еще я сегодня вспомнила, что такое эпилятор. Что он у меня есть. У меня уже тут, в общем, тресли. В холос. И они бы так, знаете, на голове бы росли. Как на ногах. Вот. И пипец. Что мне пришлось пережить. Это какой-то кошмар. Вообще караул. Ну ничего, я выдержала. В следующий раз будет легче. Но уже всегда первый раз страшно. А потом уже легче. Вот. Дети с папой смотрят телек. Афанечка, ты там играешь? Афаня играет. Ему так нравится играть сейчас. Потому что завтра же ему в садик. Да, сынок? Ему завтра на прививку на манту. И в садик. Ты где? Так, тебе будут делать прививку. Ты знаешь? Покажи. Вот сюда, в ручку. Как тебе, Коль? Да? Афаня плакать не будет. Да? Бугу? Не, не Бугу. А Бугу? Ну мы не будем плакать, потому что нам еще же в садик идти. Там же Наталья Анатольевна и Майя Андреевна нас ждут, да? А потом мы тебя же заберем, да? А Майя, я Буг? Я буду... Ну да, я же тебя заберу. Мам. Так что ты будешь завтра молодец вообще, да? Афанечка завтра посмотрит, где его домик. У тебя какой шкафчик? Домик. А еще, а что, у тебя домик? Кроватка? Да. На кроватке тоже домик нарисован? Да. С кем ты там будешь спать? Ты не знаешь? Мама, а там меня били. Кто тебя бил там? Там я бил. Кто? Это ты там бьешь? Афаня вообще в садике дрался тогда, на него даже жаловались, да? Да. А меня били. Тебя били. А кто ж тебя бил, ты, сынок? Мам, ты меня дедки. Мальчики и девочки? Да. А ты кого бил? Мальчики и девочки. И мальчиков и девочек? А меня били. А, они тебя били? Да. А потом ты их? Да. Это ужас. А меня били. Понятно. Ну что, будем спать и ложиться? Давай скажем всем нашим зрителям, которые нас там смотрят, скажи им всем до свидания. А там кто-то есть дома. Ты кто-то, да? Ту-тук. Кто там? Ты там. Ты там. Ты, тук, ты там. Как там кто-то дома? Есть кто-то дома, да? А у нас кто дома? Баба Анатель. Кто у нас дома, расскажи. Никого нету. Никого нету? Да. Хорошо. Мама, папа уехал. Мама и папа есть? А дед, а куму уехал. Да? Куму уехал. Куму уехал? Да. Давай, папа, пускай. До свидания, Афоня говорится. Мама, папа, папа, папа.